Сегодня 18 сентября в России стартовал единый день голосования. Всего субъекты страны охвачены выборами депутатов Госдумы 7-го созыва. Всего россиянам предстоит выбрать 225 депутатов по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов по партийным спискам. В Ненисском округе ровно в 8 часов утра открылся 51 избирательный участок. По данным окружной избирательной комиссии в регионе зарегистрированы 33 530 избирателей. С самого утра в числе первых наша съемочная группа побывала на избирательном участке в спорткомплексе СМО. А сейчас информация о ходе голосования в Ненисском округе. На 10 часов явка по городским участковым комиссиям 4,35%. По Заполярному району 25,84%. В целом по округу явка составила 15,63 или 5543 человека. Активность местных жителей в день выборов традиционно высокая. Председатели участков из года в год фиксируют все большее количество голосующих. С утра на избирательные участки традиционно приходят люди старшего поколения со своими надеждами и пожеланиями будущим депутатам. Чтобы пенсионеров не забывали. Немножко внимание уделяли для пожилого человека. Одним из первых на избирательном участке в спорткомплексе СМО проголосовал и сенатор от Ненисского округа в Совете Федерации Евгений Алексеев. Как и любой избиратель с думскими выборами Евгений Георгиевич связывает большие надежды и верит в качественные изменения. То есть вообще говоря, ожидания людей, безусловно, связаны с теми обещаниями, которые дают кандидаты в депутаты. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти обещания были не только обещаниями, но чтобы они обрели реальные действия, реальную силу. Напомню, сегодня жители всей страны, в том числе Ненисского округа, выбирают депутатов Госдумы 7-го созыва. На избирательном участке каждый избиратель получает два бюллетеня. Отдать свой голос предстоит за кандидатов по одномандатному избирательному округу номер 221 и кандидатов по партийным спискам. Напомню, избирательные участки на всей территории округа открыты до 20.00.